добрый вечер всем кто нас слушает мы сегодня дошли до некоторой можно сказать такой точки экстремума наших обсуждениях это история правления юши я у но перед тем как перейти непосредственно к нему я только напомню что он был дедом он был внуком того самого минаше о котором мы говорили в прошлый раз между ними был еще один еще одна фигура отец юши я у которого звали амон и который правил буквально пару лет после чего пал жертвой заговора мы не знаем точно причины этого заговора но можно предположить осторожно что те кто стояли за этим заговором видимо стремились изменить политический курс который последние 55 лет правления минаше был целиком и полностью про сирийским и надо полагать что это некоторую часть руководство не устраивало и поскольку поскольку вот эти годы которых идет сейчас речь 640 второе что 638 640 638 годы это годы начала заката ассирийской империи последние годы последние годы правления последнего из великих сирийских царей ашурба непала можно предположить что что вот это антиасирийская антиасирийская коалиция или скажем так антиасирийская часть общества как бы расправила что называется плечи и попыталась взять некий реванш а хотя тот момент когда царь ешь я у приходит в власти то есть 640 год ашурба непалу еще остается править около 13 лет ну в общем это уже время заката и вот начинается людей новая эпоха которая будет длиться 30 лет то есть весьма значительное количество времени даже 31 год и ошия у приходит в власти шестьсот сороковом году а погибает на поле боя в 609 вот так что это такая значительная эпоха о которой мы сегодня и будем говорить я сейчас открою слайд открою файл я надеюсь что вы увидите правление ошия у посвящены две главы в книге царей 22 23 мы сейчас с ними ознакомимся когда он пришел в власти если верить тому что написано в книге царей он был еще ребенком то есть фактически его привели к власти по всей видимости те силы которые стремились изменить политический курс и постепенно дистанцироваться от ассирийского влияния видимо первые годы своего правления и ошия у целиком полностью находился под влиянием этих людей и из дальнейшего становится ясно что люди эти так или иначе представляли собой храмовую аристократию потому что все дальнейшие события которые описываются они связаны с именем первосвященника которого зовут хилькияу и его взаимодействием с молодым царем при этом мы сразу же перескакиваем на 10 лет вперед 640 630 год что при начинает происходить когда ешь и я у исполняется 18 лет так сказать некоторые некоторые совершеннолетия и и и он он начинает своего рода реформу он начинает реформу впрочем я сразу же оговорюсь что этот стих 3 можно понять и иначе тут написано это может понято быть и как восемнадцатый год правления ешь и я у и тогда события которых мы говорим произошли не через 10 лет а через 18 лет после того как ешь и я у привели к власти вот но так или иначе начинают происходить события которые имеют весьма серьезное значение значит если это действительно происходит через десять лет после его приходу к власти то ашурба непал в ассирии доживает последние свои годы после этого ассирия начинает довольно стремительно разваливаться чтобы непал править до 627 года а шестьсот двенадцатом году не навиапала теперь если это происходит то что мы сейчас будем читать на восемнадцатый год правления ешь и я у то это уже глубоко после смерти ашурба непала когда сирия стремительно окатится вниз по наклонной плоскости и так что же происходит царь и шияу посылает своего придворного писца которого зовут шафан бен а цель ягу в храм и говорит ему что нужно собрать деньги собрать пожертвования для того чтобы навести в храме некий некий порядок не произвести перемен это может быть понятая уже так это понимали в свое время мудрецы талмуда как попытку изменить ситуацию после долгого управления минаше который ввел синкетические культы храм нечто подобное за почти сто лет до ешь и я уделал царь йоаш делал царь йоаш в самом конце девятого века до новой эры производится вот этот самый ремонт храма после чего первосвященник хилкияу обращая через писца шафана сообщает царю о том что в храме найдена книга закона найдена книга закона и эту книгу приносит царь царь читая читает эту книгу и точнее ему ее читают читает вот этот самый шафан и после этого когда царь слышит слова закона он разрывает на себе одежду такая странная деталь почему слыша слова закона слова торы на свет который царь разрывает на себе одежды на вопрос который мы чуть ниже обсудим далее царь дает приказ дает приказ как первосвященнику так и писцам отправиться к пророчице и вопросить бога после дам вот этой найденной книги ибо как говорит он велик гнев господень который возгорелся на нас за то что не слушая наши отцы слова этой книги как написано мне и отправились вот это это делегация отправилась пророчице которую зовут хульда надо сказать что это редкий в танахе случай когда речь идет о пророчице не о пророке этих пророчец по сути дела можно пересчитать на пальцах одной руки пророчица и названа названа в одном месте сестра муше мирян пророчица и названа двора двора судья двора вот это пророчица хульда и есть еще один образ но там не очень ясно в книге и шаяу упоминается некая невия которая вроде как является женой пророка и поэтому там не ясно вот этот термин невия обозначает что это пророчица или просто жена пророка и еще одна пророчица упомянута в книге нехемии причем как бы это такой отрицательный персонаж пророчица по имени наодия в общем их очень мало вот хульда пророчица хульда одна из них впоследствии мы еще вернемся к этому образу там будет обсуждать почему царь и шаяу послал делегацию к ней а не к пророку ирмиел об этом речь впереди и вот посылают делегацию и пророчица отвечает им что так скажите человеку который вас послал ко мне так сказал господь вот я на виду беду на это место и на его жителей все слова книги которую читал царь иудей из-за того что они оставили меня и воскуряли другим богам чтобы разгневать меня всеми деяниями своими и разгорелся гнев мой на это место и не потухнет царю же иудей который послал вас попросить господа скажите так так сказал господь бог израиля вот слова которые ты слышал из-за того что сердце твое смирилось ты смирился перед господом услышав то что я говорил про это место и его жителей то что она станет пустыней и проклятием и разорвал свою одежду и плакал передо мной я тоже услышал сказал господь поэтому я возьму тебя приведу тебя к твоим отцам ты присоединишься к ним с миром и увидят глаза твои той беды которую я собираюсь навести на это место и так это передали царю на этом заканчивается первая часть повествования вторая часть повествования открывается тем что царь собирает всех старейшин иудеи иерусалима приходит в храм а также вызывает туда прийти всех жителей иудеи иерусалима среди среди которых и священники и пророки и весь народ от мало до велика и он читает им слова этой книги которая была найдена книга здесь называется книгой завета которая была найдена в доме господнем и стал царь на возвышении и заключил завет перед господом с тем чтобы идти за богом и исполнять его заповеди и предостережения и законы всем сердцем и всей душой исполнять слова этого завета написанные в этой книге и стал народ и заключил народ завет после этого начинается довольно длинное и подробное описание тех действий которые предпринимает царь по уничтожению малейших следов язычества на территории иерусалима иудеи он отдает приказ о том чтобы вынести из храма все что туда было принесено и посвящено баалу и ашире и всему воинству небесному сжигает это вне иерусалима около потока потока кедрон и несет прах или пепел в бейтель почему бейтель это будет ясно из дальнейшего он он также уничтожает всех священно служителей которые здесь называются достаточно редким словом комарим а сегодня комар это обозначение христианского священника вообще комарим это обычно в танахе те жрецы которые служат не богу израиля другим богам так вот он уничтожает их изгоняет всех тех которые поставили цари иудеи и с тем чтобы кодить в городах иудеи и вокруг Иерусалима и всех кодящих баалу солнцу луне звездам всему воинству небесному выносит аширу из дома господня за пределы иерусалима сжигает ее измельчает прах бросает ее прах на могилы с тем чтобы осквернить этот прах разрушает всевозможные святилища которые так или иначе были посвящены ашире а также приводят священников из городов иудеи оскверняет все святилища в которых священники служили от гевы до беаршевы то есть это районы Иерусалима и до беаршевы и здесь уже подразумевается не языческое служение а служение богу Израиля но вне Иерусалима все эти места оскверняются он разрушает их подробное перечисление значит и отдает приказ параллельно с этим что эти священники не должны будут служить в Иерусалиме но им будет позволено получать пищу от собратьев своих которые в Иерусалиме служат кроме того наскверняет место называемое Гей Бен Геном это долина в районе Иерусалима там где сейчас Грехата Султан и где согласно этому тексту а также некоторым текстом из книги пророка Ермияу приносили в жертву собственных детей сжигали их в огне он уничтожает коней которые были посвящены солнцу нечто подобное такому вот если сравнивать с известными нами вещами апполоническому служению служению гелиусом как это было у грехов кони солнечная колесница такого рода образы были не только у грехов но и на ближнем востоке он уничтожает жертвенники времен не только Минаше но и времен Ахаза своего прапрадеда и так далее и так далее здесь длинное очень описание он тут сообщает о том что наконец то уничтожаются и те святилища который еще построил в свое время шломо царь Израиля в старости который под влиянием своих жен впал в язычество все это он разрушает измельчает уничтожает и доходит до Байтеля которым как известно Иравам сын Невата поставил золотого тельца что воспринимается книгой царей как один из тягчайших грехов там он тоже сжигает святилище и видит некий знак да там есть могилы и он видит после того что сжигает жертвенник он он видит некий знак он спрашивает что это за знак ему говорят а это могила человека божьего который пришел из Иудеи и произнес такие слова которые ты сейчас исполнил уничтожая жертвенник Байтеля и сказал тогда царь Юшияу пусть не трогают его кости значит что здесь собственно говоря имеется в виду если я на секунду прерву повествование в тринадцатой главе первой книги царей рассказывается о том как некий человек пророк из Иудеи по повелению бога пришел в Байтель как раз тогда когда поставив там золотого цельца начал приносить жертвы на жертвенники и этот пророк человек Божий произнес по поводу жертвенника такие слова мизбеах мизбеах жертвенник жертвенник так сказал Господь вот родится сын в доме Давида которого будут звать Юшияу и он зарежет на тебе то есть на этом жертвеннике всех жрецов которые кодят на тебе и кости людей сожгут на тебе на этом жертвеннике и это действительно то что непосредственно перед этим описывается в нашем тексте заканчивается все это описание рассказом о том что царь отдает приказ устроить Песах Господу Богу как написано в книге завета ибо не происходило Песаха такого со времен судей которые судили Израиль то есть со времен совсем древних да да и вот в этот самый восемнадцатый год опять же либо восемнадцатый год правления либо восемнадцать лет Йошияу устраивается этот Песах в Иерусалиме опять же сопровождается это все тем что уничтожаются всякие колдуны которые были в Иудее все чтобы исполнить слова книги Торы написанные на свитке которую нашел Хилкияу священник в храме и говорится тут не было подобного царю который Йошияу который бы так вернулся всем сердцем Господу всем сердцем и всей душой как по словам закона Торы Маше и после него не было такого но гнев Господень не утих из-за того что так разгневал его Манаше и поэтому Бог сказал что он изгонит Иудею так как изгнал Израиль я говорит он призрел этот город который я избрал и дом которым я сказал будет обитать мое имя сделаем здесь паузу я как бы передал вам краткое содержание этих глав теперь прежде всего ясно из вот этой кольцевой структуры тринадцатой главе книги царей упоминается Йошияу как некое пророчество которое теперь исполняется ясно какую какой большой вес автор книги царей придает этому этой фигуре этому царю нет ни одного другого царя книги царей который появился на страницах книги задолго до того как он реально рожден рождается и начинает царствовать это единственный случай такого рода значит очевидно что в глазах автора эта фигура супер важная мы вернемся еще к вопросу об этой важности теперь мы зададимся вторым вопросом они на самом деле связаны друг с другом что же за книгу нашел нашли в храме восемнадцатый год царя юши ял что это было за книга почему он плакал когда ему ее читали есть в торе если мы сейчас попробуем сами разгадать ту загадку есть в торе 2 сути дела текста которые могут вызвать такую эмоциональную реакцию если принимать всерьез один текст находится в книге Ваикра это почти самый конец книги Ваикра книги Левит так называемая парашат бэху Котай и там содержится проклятие в адрес Израиля в том случае если он не будет соблюдать закон Бога закон Торн второе такое место это книга книги Дворим еще более подробная в двадцать восьмой главе это парашат китаво где тоже содержится проклятие в адрес того кто не будет соблюдать закон значит это те две напрашивающиеся возможности которые как бы следует рассмотреть потому что конечно есть и более маленькие тексты в которых содержатся угрозы в адрес Израиля если он не соблюдает закон Бога но это как бы тексты что называется наиболее ударный наиболее ударный значит теперь я хочу обратить ваше внимание это конечно ну немножко такой замкнутый круг да мы еще будем об этом говорить и дальше стиль всего этого рассказа о Йошьяу и о том что он делал приводит нас к книге о законе я приведу несколько примеров хотя их конечно значительно больше например использование оборота бехольне вавха у вехольна вшеха а вот он например здесь четвертой главе книги говорим и вы будете просить господа бога вашего и ты найдешь его ибо будешь ибо взыщешь его всем сердцем и всей душой да это ровно то что говорится про Йошьяу что не было такого царя который бы вернулся к господу всем сердцем и всей душой этот же оборот содержится в начале молитвы Шма вот она тут Шма Исраэль Ашем Илоуину Ашем Ихад Ровно тот же оборот теперь еще один оборот на который следует обратить внимание это использование такого выражения Айдот Ваахуким Ваамишпатим или Айдот Ваахукот Ваахукот Эдот Ваахуким да вот эти выражения которые Хукот Умитсвот эти выражения которые неоднократно встречаются в книге Дворим я здесь привожу ряд примеров есть и еще значит это же самое выражение используется 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 и в нашем рассказе значит вот оно я его выделил когда заключается завет ла леха тахара дунайвы ли шмур митсвотав веет и снова а это все тот же оборот кроме того я бы хотел обратить ваше внимание на то что когда ешь я совершает вот эту самую так сказать линч по отношению ко всем предметам языческого служения он с очевидностью следует требованию которое мы обнаруживаем в книге дворин а вот в частности в 7 главе сказано как надо поступать с предметами языческого служения их жертвенники надо разрушать их культовые столбы надо разбивать ашеры разрубать идолов сжигать в огне ровно то что ешье уделы повторяется несколько раз ни в коем случае это не брать себе потому что это мерзость это надо категорически уничтожать теперь еще один момент на который я хотел бы обратить ваше внимание это то что ешье яу не только уничтожает предметы языческого культа но он еще уничтожает все те места где жрецы иудеи служили богу израиле речь не это языческом служении речь идет о жрецах иудеи и вот этих жрецов ешье яу так сказать лишает работы их всех приводит в иерусалим при этом не допускают к служению в иерусалимском храме но дают им возможность дают им возможность питаться кормиться от приношений священником храме надо сказать что и этому есть некое прецедентное пророчество которое содержится в книге шмуэля когда речь идет о том что священники дома или будут отстранены от служения в частности там говорится о том что я изберу себе жреца или священника уверенного по сердцу моему и по душе моей которому я построю прочный дом он будет ходить перед моим помазанником то есть царем помазанником все дни а те кто останется в своем доме будет переходить туда и кланяться и получать свой хлеб но при этом служить не будут это значит деталь тоже звучит в унисон с категорическим требованием книги дворим о том что всякое служение за редкими исключениями которые специально оговариваются должно происходить в одном единственном месте которое господь бог избирает из всех ваших колен племен с тем чтобы поместить там свое имя а вот это утверждение о помещении имени это утверждение которое озвучено и в нашем рассказе когда бог говорит что он не простит Израилю и разрушит дом в котором он поместил свое имя такой очень типичный для книги второзакония оборот бог не сам бог обитает в храме только его имя по всей вероятности это некоторая попытка отстранения от как бы сказать от некоторой конкретизации божественного пребывания или от своего рода такой антропоморфности не сам бог обитает здесь бог обитает в небесах а здесь лишь его имя некая презентация теперь еще один момент на который я хочу обратить ваше внимание это связан с этим это празднование песоха в Иерусалиме именно книга второзакония книга дворим устанавливает что три центральных праздника песох шивот и сукот должны праздноваться исключительно в месте избранном богом в том месте которое бог избирает с тем чтобы там поместить свое имя и это действительно описывается в 16 главе книги второзаконий кроме того обращу ваше внимание на то что подчеркивается идея заключения завета это на самом деле одна из центральных идей книги дворим конечно завет заключает рассказ о заключении завета во время синайского откровения есть и книга шмот это верно но книга дворим постоянно постоянно подчеркивает идею заключения завета спустя сорок лет блуждания по пустыне и книга Торы которую как бы дает мошенароду называется тоже там книгой завета ровно так же точно как она называется и в нашем рассказе теперь как бы я сказал что здесь есть некоторая проблема такого кругового кругового тезиса когда очевидно что есть связь второзакония оказала прямое и непосредственное влияние на формирование этого рассказа она как бы стилистически и содержательно очень явным образом присутствует в этом рассказе на самом деле она присутствует не только в этом рассказе а в не меньшей степени она присутствует вообще в книге царей в очень многих текстах а также некоторые части книги шмоя в некоторой части книги шофтим судей и в некоторой части книги его шоа то есть можно вообще сказать в целом что есть содержательная и стилистическая связь между книгой дворим книгой второзакония и этими историческими книгами которые мы называем ранними пророками значит какой вывод мы можем из этого сделать на данный момент как бы держа в голове вот эту проблему потому что мы можем предположить что сам рассказ формировался под влиянием книги второзакония но если мы пытаемся все таки увидеть в этом рассказе некое историческое зерно то в ответ на вопрос какую книгу читали царю Йошияу мы можем с некоторой осторожностью предположить что этой книгой являлась книга дворим книга второзакония именно из нее по этой книге слышал Йошияу проклятия в адрес тех кто не исполнил завет Бога закон Бога и из-за этого рвал на себе одежду и затем несмотря на грозное пророчество им полученное он в соответствии с этой книгой производит некую реформу в соответствии с книгой Завета найденной в краме эта реформа включает в себя с одной стороны заключение Завета заново с народом на этой книге обязательство исполнять слова этой книги и вся его деятельность по уничтожению как языческого служения так и местных святилищ посвященных Богу Израиле все это вполне вся эта деятельность вполне соответствует вполне соответствует сказанному в книге про законе книги дворим теперь на самом деле как бы идея о том что найдена была книга дворим книга второзакония это идея не нова ее озвучили еще в древние времена потому что это в общем лежит на поверхности но в новое время был сделан некоторый качественно качественный новый шаг поворот который характеризовал который заложил можно сказать основы того что называется критическая датировка библейских текстов в 1805 году немецкий исследователь библеист которого звали Вильгелем де Ветте опубликовал диссертацию посвященную ровно этой нашей теме которую он утверждал следующим что не просто была найдена книга второзакония в храме а что этот рассказ является своего рода маскировкой того факта что в этот момент эта книга и была создана и как некий символ или ну если угодно такая Архимедова точка опоры служила послужила царю его окружению для того чтобы произвести желаемые ими реформы в связи с этим заявлением как бы вся дальнейшая история датировки текстов Торы и библейских текстов она как бы в целом была связана с этим тезисом потому что как бы здесь можно было говорить о какой-то очевидной дате что это происходило что это происходило в конце седьмого века до новой эры и как бы дальнейшие попытки датировать другие тексты Торн они так или иначе ставились в связь с вот этим вот этой гипотезой Деветте в частности так называемая документальная гипотеза или гипотеза об источниках Торы она в общем в значительной степени базировалась на этом сначала как Архимедову точку опоры датируют книгу а дальше обсуждают что могло быть раньше а что могло быть позже теперь мы сейчас как бы не занимаемся специфически вопросом датировки книг это отдельный вопрос но можно сказать вот что независимо от вопроса когда была создана книга второзакония вопрос дискутируемый спорный очевидно что то что фиксирует наш рассказ это некая точка публикации этой книги время публикации этой книги она была обнародована во времена юшиял эта книга была всенародно прочитана и не просто прочитана она была фактически объявлена текстом который обязывает весь народ текстом боговдохновенным и в этом смысле можно сказать что рассказ который мы сейчас прочли он является первым рассказом из исторических текстов Торы из исторических текстов Танаха который фиксирует начало процесса канонизации мы не знаем что было считалось обязательным каноническим священным боговдохновенным до этого момента это никак не фиксируется естественно были известны какие-то основные традиции традиции исхода из египта традиция синайского откровения и так далее но было ли это существовало ли это в форме записанных и обязывающих обществу книг мы не знаем вот это первая точка следующая после нее будет значительно более позднее время в во времена возвращения из Вавилона персидского плена можно сказать где-то в середине пятого века до новой эры почти через полтора столетия после того что мы читаем сейчас когда писец Эзра тоже в Иерусалиме заключается народом завет союз и тоже при этом читается книга Торы и исходя из того какие аллюзии там приводится и что цитируется можно понять что во времена Эзра существует то что мы сегодня называем пятикнижьем не факт что текст этого пятикнижья полностью целиком полностью соответствует тексту нам знакомому советскому но во всяком случае отсылки даются ко всем пяти книгам Торы здесь же в нашем рассказе речь идет действительно о канонизации одной единственной книги книги второзаконии книги дворим в соответствии с которой повторяю производятся все упомянутые реформы значит тут надо перед тем как я дам вам слово тут надо заметить еще одну вещь как бы через короткое время после диссертации деветы выдвигается гипотеза о связи между книгой дворим и книгами которые мы называем ранее пророки и эти книги очевидно что они так или иначе как я уже сказал находятся под влиянием книги дворим стилистическим идеологическим содержательным в первую половину двадцатого века точнее сороковые годы пишется опять же немецким исследователем по имени мартин нот книга которая называется дефтериономистическая история и там он утверждает что все эти книги написаны одним автором это его идея которую он условно называл дефтерономистом от слова дефтерономион второзаконие значит что они написаны одним автором он считал что это это произведение этот большой корпус был создан во время Вавилона персидского плена после того что он написал эту книгу некоторые его тезисы были оспорены в частности такой исследователь как американский еврейский исследователь Марк Франк Морк Кросс предложил некую встречную модель согласно которой этот корпус создавался в два этапа первый этап ядро было создано во времена Йошияу а второй заключительный этап завершения действительно во время Вавилона персидского плена и так значит с точки зрения Кросса рассказ наш который мы прочли отражает вполне реальные исторические события и действительно фиксирует канонизацию книги Деварим таким образом первая заслуга царя Йошияу в глазах автор книги царей состоит в том что он не просто подобно своему прадеду Хискеяу приводит народ пытается привести народ к исполнению закона бога но фиксирует это в форме обязывающего всех завета и реально производит необратимые с его точки зрения реформы которые ставят меняют полностью весь религиозный уклад общества ставя его в зависимость от книги дворим значит в этом смысле не было подобного ему до и не будет подобного после очевидно что в этом отношении он изображает царя Йошияу как своего рода второго Моше да вот как Моше заключал союз с народом так Йошияу Моше как бы говорит в книге дворима первого лица и завет заключенный там как бы передается из уст Моше и Йошияу как будто бы идет по его следам это его первая заслуга но есть еще одна не менее важная которая связывает Йошияу на этот раз с Давидом в большей степени чем с Моше можно сказать с Йошуа и с Давидом а именно то что как мы видели Йошияу вторгается в северную на территорию бывшего северного царства ныне ассирийской провинции он входит в район Бейтеля и возможно даже движется и далее мы этого не знаем почему он это делает тому есть судя по всему две причины во первых как я уже и сказал ассирийская империя ослабляется и фактически уже не контролирует происходящее в западных провинциях если под восемнадцатым годом подразумевать действительно восемнадцатый год правления Йошияу то это время уже после Ашурбу Непала когда ассирийская империя рассыпается и Йошияу использует этот момент с тем чтобы присоединить территории бывшего северного царства к иудее и это создает некий демографический бум этот демографический бум начался уже после разрушения северного царства Израиля и тогда хлынула волна беженцев из Израиля в иудеи вот сейчас второй такой своего рода бум попытка присоединить северные провинции северную часть северной территории и в этом смысле как бы воссоздать единое царство времен Давида как бы Йошияу предстает здесь в образе такого второго Давида в чем-то второго Елушуа который захватывает обетованную землю и вот эти две заслуги с одной стороны религиозные а с другой стороны политическая создают ему такой вот имидж величайшего царя я здесь сделаю остановку значит мне еще кое-что что я мог бы сказать на эту тему но я как бы хочу дать возможность вам задать вопросы сделать свои замечания пожалуйста кто хочет может высказаться сейчас есть ли желающий давайте я начну я знаю да да мы вас слушаем ну я у меня конечно не знаю тут надо очень хорошо знать все эти диссертации и все эти аргументы которые приводят эти ученые чтобы что-то об этом судить но судя по тому что мы учили до сих пор нет никаких оснований считать что что такое серьезное изменилось да почему бы этому автору который все это писал или другому автору который это продолжал не придумать такую историю о нахождении книг для пущей важности чтобы так сказать то есть то что тара была как бы известно это мы находим да то есть разные бывают переклички с тарой в течение всего что мы читаем в этой истории да значит судя по по самой книге таре по таре то есть это органичная часть которая то есть я между не удоверим которая в общем то в ней присутствует очень много такого чего нет хотя это как бы повторяется как бы это второзаконие называется все такое там есть сюжетные линии очень важные то есть в целом для тары то есть то что народ подводится к границе израиля то что там передается власть все это так сказать вещи они совершенно как бы логично вписываются в это все то есть самое большее мне кажется что может быть это что возможно там были добавлены какие-то вещи в книге дворин такие чтобы еще больше устрашить это максимум мне кажется что может могло бы быть там в смысле кто-то выдал эту книгу да за аутентичные как бы найденную книгу а они вот я отделил ее так сказать от всей тары что показать что вот это вот все вот так вот все это все эти страсти они в общем то как бы переоткрываются заново то есть что это нечто новое что это найдено вот эта вот книга и вот для этого надо теперь срочно возвращаться к законам всевышнего и так далее и так далее насколько это канонизация насколько какой был текст раньше и все в принципе я не вижу какой-то исторического такого то есть чего-то что можно проглядеть тут да кроме кроме писаний которые были эти писания мы также знаем что они были позже сделаны чем все это то есть это я не знаю то есть мне меня больше убеждает то что это была политика определенная значит вернуть все эти коаним и все они пытались вернуть и народ и царей к вере истиной вот и так или иначе на разных этапах это делалось на это отражение этого всего значит по мере истории да проходил очевидно есть какие-то там близкие к историческим реалиям вещи вот но насколько можно судить о самой истории по этим текстом я я просто не знаю потому что может быть у них есть там эти какие-то исследования текстологические или еще какие-то есть конечно есть да может быть что-то но это тоже мне кажется что это все гипотезы то есть всего однозначного сказать тут нельзя то есть смотрите однозначно можно сказать только одно да что хотя книгах ранних пророков упоминается время от времени каких-то общих фразах выражения турат-муше каких-то конкретных отсылок конкретным совершенно текстом мы по сути дела в этих книгах не находим равно как не находим конкретных отсылок к текстам Торы в пророческих книгах вплоть до эпохи Йошияу это тоже такой любопытный момент значит современником царя Йошияу был пророк Ирмияу и вот у него у него-то действительно впервые мы находим какие-то конкретные аллюзии к определенным законам как правило опять же книги Дворим так что независимо от того вопроса значит как бы я специально я его озвучил но специально подчеркнул что по сути дела для нашего сейчас обсуждения даже это и не является некоторым принципиальным вопросом эта гипотеза когда книга Дворим была создана очевидно что согласно этому рассказу она в этот момент была так сказать опубликована ее озвучили народ ее услышал и над ней был заключен завет который в чем-то является повторением завета при Муави перед тем как вступать в землю Израиля когда Муше заключается народом завет опять же на книге которая называется опять же термином Тора и судя по всему там тоже подразумевается книга сама книга Дворим в той или иной ее как бы в той или ином ее охвате опять же я сейчас не вдаюсь в вопрос текстологии что это в себя включало точно но вот этот наш рассказ он действительно фиксирует некую принципиально важную принципиально важный момент в истории народа Израиля значит и повторяю как бы до этого момента нет Танахи описаний канонизации того или иного текста первый такой текст в этом в этом этим очень сильно отличается история опять же Йошияо от истории его прадеда Хискияо там тоже производились реформы религиозные но текста не было специальный завет не заключался вот а здесь это происходит и как бы опять же я думаю что я показал вам довольно большое количество деталей которые позволяют связать все эти реформы действительно с книгой второзакония то есть она является это действительно архимедовой точкой опоры во всем рассказе если кто-то кто еще хочет спросить это вся книга то есть опять же все может быть Эмиль но как бы мы сейчас исходим не из того что что можно а что можно заключить на основании самого текста тогда получается такой вывод чтобы канонизирована книга а вся тара была написана потом этого я не говорил я более того я не говорю опять же я намеренно уклоняюсь сейчас от гипотетических гипотетического вопроса что когда было написано я озвучил это поэтому я говорю но 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 я подчеркиваю что все это описание оно действительно как бы представляет как некоторый рекламный щит именно книгу дворим ничто другое все аллюзии которые здесь есть в этом тексте как стилистические так и содержательные они все ведут в направлении книги дворим никакой другой книги тора здесь нет если кто то кто еще хочет задать вопрос или высказаться народ дамы и господа увлекательная тема потрясающие разговоры посмотрите в чате я вам написал тут в чате сейчас секундочку посмотрим в чате это видит только лектор да я вижу это какая-то тайная переписка что вы скажете есть мнение что завет еще я был заключен законодательным корпусом дворим а повествовательная часть окей я постараюсь ответить на оба вопроса значит о ирмияу мы будем говорить позднее специально будет об этом этому посвящено занятие вот значит можно ли отождествить дифтеронамиста с ирмияу сомнительно сомнительно хотя понятно что за этим стоит потому что книга ирмияу о которой я буду говорить она единственная из пророческих книг тоже очень сильно связано с с этим дифтеронамистическим корпусом при всем этом у нас нет никаких доказательств того что сам ирмияу что бы то ни было писал а если писал то писал скорее всего пророческие тексты которые упоминаются в самой книге в третьих наконец как раз пророк ирмияу ни разу не упоминается во всем дифтеронамистическом корпусе что тоже заставляет задаться вопросом почему это так знал ли знал ли это как раз скорее аргумент что он был автором на самом деле это ни о чем не говорит да значит автор может назвать себя вполне да в конце концов ему нечего скрывать вот но в общем как бы утверждение об отождествлении дифтеронамиста с ирмияу представляется очень как бы таким очень гипотетическим очень сомнительным не говоря не говоря уже о том что есть и расхождение расхождение довольно серьезные в в области идеологии одно несколько из этих расхождений я озвучу в свое время но одно по крайней мере я скажу уже сейчас с точки с точки зрения ирмияу того ирмияу которого мы знаем вина за разрушение храма лежит не на минаше а на ком будет речь отдельно а это довольно серьезное расхождение теперь что касается второго вашего вопроса михаил что завет ешаяу был заключен над законодательным корпусом это то на что я намекнул значит какой что себя собственно включал этот текст значит книга второзакония представляет собой текст построенный совершенно определенным образом есть большое вступление одиннадцать глав в которых главным образом рассказывается о благодеяниях которые оказал бог израиля израиль на протяжении его истории с момента праотцев и до исхода из египта во время блуждания по пустыне затем с двенадцатой по двадцатую главу как вы правильно написали идет законодательная часть затем идут благословения и проклятия сопровождаемые песни которые как бы свидетели происходящего призывается небо и земля так вот такого рода структура это было отслежено некоторыми исследователями в частности израильским исследователем муше вайнфельдом отражает известную структуру ассирийских и ассирийских вассальных договоров ассирийских и хетских на самом деле но главным образом ассирийских в частности договоров которые заключал ассархадон отец ашурба непала они все тоже имели вот ровно такое же построение такую же композицию первая часть это описание благодеяний которое оказывает великий царь своему вассалу царю подчиняющемуся ему затем условия завета значит что надо соблюдать и чего нельзя делать а затем привлечение свидетельств со стороны богов и благословение в случае соблюдения завета и проклятие в случае его несоблюдения соответственно из этого можно сделать вывод поскольку ассирийские вассальные договоры создавались более менее в ту же самую эпоху чуть ранее они могли повлиять на формирование композиции книги дворим только завет политический был перенесен на религиозную почву так что значит надо полагать что уже в то время сама по себе структура существовала другое дело что есть мнение о том что как бы корни книги дворим на севере в северном царстве действительно в книге дворим упоминается несколько раз как нечто очень значительное процедура заключения завета в шхеме или рядом со шхемом горы грезим и горы и как бы некоторыми исследователями предполагается что это наиболее древняя часть книги дворим которая после разрушения северного царства с этой волной беженцев дошла до иудей вот и в конечном счете как бы дальше текст начинает расти как снежный ком постепенно обрастать как законодательными дельными частями так и повествовательными есть такая действительно модель предполагающая постепенное составление книги дворим мы еще в следующий раз сейчас мы уже не успеем это сделать а в следующий раз мы обратим особое внимание на закон о царе книги дворим в связи с фигурой ёшиял а вот мы как бы зададимся этим вопросом есть ли здесь какая-то связь значит вот как бы это та точка с которой мы начнем следующее занятие след за тем мы поговорим о том как изображается вся эта история книги а потом поговорим о гибели ёшиял это отдельная история значит вот это все то что мы чему будем заниматься в следующий раз есть еще какие-то вопросы у меня два момента просто на будущее чтобы вот если сможете обратите на это внимание книга и шоа и шоа которая непосредственно связана с книгой дворим получается что она была написана после книги и шаял потому что она совершенно примыкает к книге дворим так вот первый момент после какой книги после окончания торы книга и шоа да я понял это первый момент значит она получается что она была написана после того чтобы и шоа он нашел этот нашел эту книгу дворим потому что раньше она не могла книга его шуа книга во первых тоже не являющаяся каким-то органическим единством это уже давно отмечено она по крайней мере состоит из двух частей которые видимо не создавались одновременно вот то что эта книга в целом могла быть создана как бы могла быть составлена окончательно во времена в этом как раз нет ничего удивительного во времена и позже хорошо значит мы уже говорили что упоминалось выход из Египта то есть вы считаете что все это было устным творчеством да и Песах и так далее я не знаю я просто говорю что у нас нет каких-то прямых свидетельствий о письменных текстах еще один момент последний просто поскольку вы спрашиваете надо иметь в виду что в Иудее исходя из тех археологических артефактов которые мы располагаем уровень письменности возрастает многократно именно в 7 веке до новой эры то есть ровно это я все согласен это я все понимаю да я говорю именно вот об этом моменте то есть найдена одна книга совершенно очевидно чтобы эта книга была написана перед глазами должна была быть вся тара поскольку она обобщает все то что написано в таре понимаете этого я не знаю у меня эти истории значит а получается тогда что она вся тара была написана после книги творим смотрите смотрите во первых я такого секундочку во первых я такого не сказал значит что касается нет я понимаю но я еще раз говорю я пытаюсь идти от минимума вы пытаетесь идти к максимуму минимум такой текст который мы прочли явно адресуется книге дворим он не адресуется прямо никаким другим книгам торы он никак их не цитирует никак к ним не обращается никаких аллюзий на эти книги я согласен что касается того что касается того что было создано раньше что позже я думаю что этому следует посвятить все таки отдельное занятие я думаю что мы такое занятие проведем вот потому что это все неоднозначно это не то что можно сказать вот книга дворим была создана тогда-то а все остальное после нее никто такой гипотезы в библейских исследованиях не выдвигал тогда получается очень самый простой вариант пшат что называется вчера была как-то там затеряна утеряна вся целиком и действительно просто все то что пишет автор исторически так оно и было то есть носили последнюю книгу и на ней так сказать она произвела такое сильное впечатление и все такое вот а остальные книги тары очевидно в всех этих событиях где-то затерялись и их нашли потом ну смотрите как бы впадаете впадаете сейчас некие спекуляции их можно всячески озвучивать естественно но еще раз хочу сказать как бы пока что мы исходили из некой данности что касается датировки текста во-первых значит что такое книги да значит вот это деление на пять книг оно какого с какого момента оно существует это нам неизвестно значит судя по всему оно действительно в персидскую эпоху реально проявляется но до этого мы этого не знаем возможно что существовали какие-то корпусы текстов которые не совпадали с делением Торы на книги некоторые из этих корпусов возможно были известны и до истории с Йошияу а некоторые стали возможно известны после на этом собственно об этом идет речь в так называемой документальной гипотезе скоро ведутся по поводу книги Дворимы ее датировки но некоторые считают что это наиболее позднее произведение так считал например Эхискель Койфман некоторые из школы Вильгаузена например считали что нет что это что есть тексты которые называются так называемый жреческий документ или жреческая Тора что это более поздний текст но это отдельный разговор я сейчас как бы не хочу вдаваться в такие детали и подробности это не было задачей моего сегодняшнего занятия когда я только говорю что меня больше убеждает логика Тора она настолько железная настолько все сцепленное и выстроенное и даже если это было позже сделано это совершенно не имеет значения это такой метод но это ничего нам не дает понимаете то есть поэтому я говорю что самое интересное это именно Тора как система когда она была сделана как она была сделана она была потом по тем же принципам сделана что и и в начале или в конце или в середине но это результат понимаете и я думаю что просто хорошо а также я понимаю что вы говорите но с темой то сегодняшнего занятия ну да результаты железной логи Которой тема сегодняшнего занятия было понять что произошло во времена царя Юшияу я понимаю ситуацию отражает этот рассказ это была основная задача окей ну хорошо давайте на этом давайте как бы на этом остановимся да мы более-менее выясним наши позиции спасибо Эмилию за интересные вопросы у нас с Божей помощью еще будет время это обсудить спасибо Михаилу и всем остальным участвующим окей до следующей встречи всем счастливо пока